Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Макария Желтоводского и Унжинского. Сын благочестивых жителей Нижнего Новгорода, преподобный Макарий, в детском возрасте обучен был книжной мудрости. Причем он показывал в себе особенные дарования ума и любовь к учению. Юным отроком тайно ушел он из дома родителей и на дороге, переменив одежду свою на одежду нищего, явился в Печерский монастырь к архимандриту Дионисию, прося пострижения. На вопросы, кто он и откуда, отвечал, что он безродный сирота и желает одного – работать Господу. Дионисий, видя его ум и чистоту, постриг его и принял в свою келью. Макарию было тогда только 12 лет, и он начал подвязаться со всем пылом души юношеской, был послушен каждому в обители, особенно же настоятелю. Спустя три года отец, узнав, где сын, пришел в обитель и умолял допустить его до свидания с любимым сыном, которого считал он или растерзанным от зверя, или умершим другую печальную смертью. Сын, посвятивший себя Господу, говорил, что отец его – Господь. Отец, слыша голос его за стеною, со слезами говорил, «Сын мой, дай посмотреть на тебя». Макарий отвечал, «Лучше будет для обоих, если не увидимся здесь, увидимся там, в вечности». «Не хочу я препятствовать твоему благому намерению», – говорил отец, – «радуюсь о твоем спасении, но не отойду от кельи, пока не увижу тебя». Блаженный оставался твердым в своей решимости. Тогда отец спросил, чтобы сын протянул ему, по крайней мере, свою руку. В успокоении рыдающего отца сын выставил в окошко руку. Отец схватил ее, поцеловал и сказал, «Теперь спасайся о Господе, сын мой, и молись о нас». Живя в обители, блаженный Макарий подвязался искренно. Пост его был выше других. Он принимал пищу, лишь бы не умереть от голода. Хотя всегда ходил в трапезу вместе с другими, ел со страхом Божиим, и потому очень мало. При такой жизни стали отличать его вниманием. Это было тяжело для смиренной души, и, пламенно желая безмолвия, Макарий решился удалиться в пустыню. Тайно оставив обитель Печерскую, Макарий пришел на реку Лух. Полюбив место, навпадающее в нее реке Добрицы, поставил себе хижину и стал жить один с Господом. Мало-помалу стали собираться к нему ревнители благочестия и оставались при нем жить. По времени образовался монастырь с храмом в честь Богоявления Господня. Устроив обитель, преподобный опять стал искать безмолвие и, назначив для братья Игумена, тайно удалился. Переходя с места на место, пришел он на озеро Желтое, что на левом берегу Волги. Здесь выкопал он себе пещеру и стал в ней подвизаться по-прежнему в посте и молитве. Узнали и здесь великого подвижника. И не только верующие, но и чтители ложного пророка с благоговейным удивлением смотрели на строгую жизнь отшельника, недоумевая, откуда столько силы для такой трудной жизни, какую вел Макарий. Они приносили ему то хлеб, то мед, то другие потребности жизни. Он принимал с благодарностью, но не для себя, а раздавал приходящим к нему, которые стали посещать его, желая слышать наставления его. Когда собралось к нему довольное число братьей пустынно-любивой, он построил храм во имя Святой Троицы и был посвящен в Игумена обители Оны. Для всех служил он примером труда и смирения. Сам готовил он пищу для братьев. Любовь и смирение его привлекали к нему не только верующих, но и чуваш, черемис и мордву. Обходясь с ними ласково, передавал он сердцам их истинной святой веры Христовой, и многие из них крестились по убеждению святого. Перед самыми вратами обители находилось озеро, называвшееся потом Святым. Здесь преподобный крестил Язычников и Магометан. В 1439 году Улум Ахмед, утвердясь в Казани, стал подвигать свою власть к пределам России. Сын его мамотяк напал на Нижний Новгород и его окрестности. Толпы хищных татар, как волны, разлились по поселениям русским и все придавали опустошению. Они неожиданно нахлынули и на обитель Макария его, разорили ее, разбили иноков, а самого Макария повели в Улусы. Когда Улум Ахмед увидел Макария, то, зная высокую жизнь его, его кротость и благотворительную любовь, изъявил негодование на своих бестолковых грабителей и с честью отпустил Макария на свободу. Из уважения к нему он дал свободу и другим христианам, так что с Макарием вышли из плена до 400 человек. Но с Макария было взято при том слово «не жить более на желтой воде». «Та земля», — говорил хищный магометанин, — «принадлежит нам». Макарий выпросил себе еще дозволение погребсти избиенных братьей в разоренной обители. «Вот Божий человек», — сказал хан, услышав просьбу о том, — «он заботится не только о живых, но и о мертвых». Оплакав пострадавших братьей, преподобный убедил вышедших с ним из плена не селиться на прежних местах, иначе татары предадут их злой смерти. Все согласились идти в Галеческую сторону за 240 верст, и, помолясь Богу, отправились лесами и топкими местами. На дороге не стало у них хлеба, голод начал терзать непривычных к нему. Преподобный Макарий начал молиться, и вот нашли они завязшего в узком месте лося. Это было во время поста апостольского. Путники просили у Макария дозволение утолить голод лосем. Но он не благословил им нарушать пост и убеждал потерпеть до праздника святых апостолов Петра и Павла. «Поверьте, братья», — прибавил преподобный, — «лось будет в ваших руках, когда придет время разрешить пост. Потерпите еще три дня. Господь сохранит жизнь вашу. Путники послушались преподобного и, надрезав ухо лось, упустили его, а преподобный молил Господа, чтобы он укрепил слабых товарищей его. По милости всемогущего даже малые дети остались живы, пробыв без пищи до праздника апостолов. В праздник преподобный, отойдя в сторону от прочих, преклонил колено и, воздав благодарение Господу за его благодать всесильную, молил его пропитать голодных спутников его. И вот неожиданно явился тот самый лось, которого пустили на свободу за три дня перед тем. Его с восторгом поймали и привели к святому. Святой с радостью благословил его для трапезы. «Надейтесь же, друзья мои, на Господа», — прибавил он, — «он не оставит вас и впредь». И точно, после того, то попадался им лось, то без труда ловили оленя, и так благополучно дошли до Унжи. Унжи — весьма старинный русский город, но вблизи его и вовсе не было иноческих обителей, когда явился здесь Макарий. Спутники Макария рассказали жителям Унжи, кто таков Макарий, и унжане приняли Макария как ангела Божия. Но преподобный спешил отыскать себе безмолвное место. Ему указали в пятнадцати верстах от города, на берегу озера Унжи, место, окруженное лесом, ровное и красивое. Он поставил здесь крест, построил келью и поселился. Это было в 1439 году. Продолжая подвижническую жизнь свою, преподобный прославился даром исцелений. Девушку слепую и бесноватую осенил он с молитвою крестным знаменем, и та стала видеть и перестала быть больною. В полугоре, не вдали от своей кельи, молитвою извел он воду, и эта вода исцеляла больных. На пятом году поселения своего на озере Унжи и на девяносто пятом году своей жизни преподобный приблизился к своей кончине. По представлению угодника Божия, благоухание разлилось в воздухе. Жители с благоговением, исполняя волю преподобного, понесли святое тело его в пустынь, и на дороге многие больные получили здравие от мощей его. Блаженная кончина его последовала 25 июля 1444 года. Молитвами преподобного Макария Желтоводского и Унжинского «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас! Аминь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...